В Люберцах состоялось выездное заседание штаба по вопросам содержания дворовых и общественных территорий. Его провел вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Обсудили вопросы, связанные с проходящим в Подмосковье месяцы чистоты и благоустройства и проведением общеобластного субботника 16 апреля. Продолжат тему мои коллеги. Если дворника не будет в каждом дворе, то дворов чистых у нас никогда не будет. Это касается и подбора мусора, и уборки территорий. Руководитель Главного управления содержания территории Московской области Светлана Аипова рекомендовала разумно распределять нагрузку на коммунальные службы. Уборочная техника должна быть оснащена датчиками ГЛОНАСС. Данная система позволит следить за ее перемещением, а также она удобна для водителей и операторов. Процент выхода техники по ГЛОНАСС не выходит, значит объясняете губернатору почему. То же самое по дворнику, значит коллеги. Понятно, на дворниках ГЛОНАСС нет, для этого у нас есть инспектора. В настоящее время в регионе пересматривают рейтинг управляющих компаний, которые не справляются со своими обязанностями, не будут работать в Подмосковье. В рамках рабочей поездки Евгений Хромушин и Светлана Аипова совершили объезд территории округа. Почему дворник с утра не прошел? Здесь дворника не было, посмотри, что с газоном творится. Проверили качество содержания домов и прилегающих территорий, детских площадок и мусорных контейнеров. Нарушений выявлено немало. Неправильное расположение оградительных полусфер на проезжей части, отсутствие покрытия на детских площадках и сломанные ограждения. Результаты первой недели месяца чистоты и благоустройства, к сожалению, в Люберцах оставляют желать лучшего. Коллегам всерьез стоит заняться уборкой мусора с газонов и рыхлением снега. Это два первичных мероприятия, которые точно уже должны быть выполнены. Весна наступила и в полный рост уже можно заниматься всеми видами работ. По итогам рабочего визита управляющим компаниям выдадут предписание на устранение нарушений.